Три медведя В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена, она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович, он был большой и лохматый. Другой была медведица, она была поменьше, и ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведя не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровны. И третий, маленький, с красненькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича. Другая средняя, Настасьи Петровны. Третья, Мишенькина. Девочка легла в большую, было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору. И она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом. Кто хлебал в моей чашке? Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. Кто хлебал в моей чашке? А Мишутка увидал свою пустую чашку и запищал тонким голосом. Кто хлебал из моей чашки? И все выхлебал. Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал. Кто сидел на моем стуле и сломал его? Медведи пришли в другую горницу. Кто ложился на мою постель и смял ее? Заревел Михаил Иванович страшным голосом. Кто ложился на мою постель и смял ее? Зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. Кто ложился на мою постель? И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Держи! Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто, девочка выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Субтитры создавал DimaTorzok